В конце января в подъезде дома номер 66 корпус 2 по Первомайскому проспекту заработал новый лифт. Один из двух, которые должны были быть сданы в эксплуатацию еще в начале декабря 2019 года. Второй же лифт не работает до сих пор, хотя подрядная организация, занимающаяся его установкой, отчиталась о выполненной работе, чему свидетельствуют отчеты на сайте организации и объявления на двери подъезда. Лифт хоть и новый, но у жильцов есть целый ряд причин, характеризующих его с неположительной стороны. Вот представь себе, я пойду на костылях. На костылях нет сумка, не сумка. Вот муж он дома, а нет, я выхожу только на костылях. А на костылях ни пройти, ни выйти. А коляска вообще детская, она не пройдет. В этом доме проживает много жильцов, и одного лифта им явно недостаточно. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отчитался о сроках окончания выполненных работ и сдачи в эксплуатацию как первого, так и второго лифта. Но работы не закончены. Второй лифт не функционирует вовсе. А у первого уже успела сломаться кнопка вызова. И жильцам пришлось вызывать сотрудников лифт-ремонт-сервиса. Мало того, что узкие двери, так еще все сделано как-то паршиво. Вот приварили железку, прям под ней там пустота, вот как вот там. Вот это вообще еще не залили. Сверху так все паршиво сделано. Так, лишь бы как бы выполнить работу. Лифт тоже качество не особо хорошее. Потому что едет он слабже, старый лифт, ездил быстрее. Медленные кнопки вываливаются, не успели. Месяц еще не отработало, уже два раза она вываливалась, они ее ремонтировали. Установку новых двух лифтов жители дома ждали уже давно. И некоторых жильцов работа одного из них вполне устраивает. Я довольна, максимально ждем следующий лифт. Все стало удобно, и я вот здесь снимаю комнату, и бабушка очень довольна. Все довольны, все радуются. Так что спасибо. Журналистам нашего телеканала не удалось дозвониться до сотрудников фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Для того, чтобы выяснить, когда ремонтные работы в доме 66, корпус 2 по Первомайскому проспекту наконец-то завершатся. А пока жильцы дома горько шутят. Они считают, что власти заботятся об их фигуре. Чтобы протиснуться в лифт, придется держать себя в форме. Только живущим в доме инвалидам и родителям с колясками совершенно не до смеха. Многие из них вынуждены пользоваться лестницей. Несогласные с таким обстоятельством граждане продолжают писать жалобы в Министерство ТЭК, ЖЭК и надзорные органы. Жители дома 66, корпус 2, жалуются не только на затянувшийся капитальный ремонт, но и на узкий проем входной шахты лифта. Раньше его размер составлял 83 сантиметра, сейчас же всего 65. И это устраивает далеко не всех. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».